Прямо сейчас о самых заметных происшествиях, которые случились в городе и регионе за минувшие сутки. В ноябрьске полицейские изъяли партию алкоголя с поддельными акцизными марками. Спиртное сомнительного качества стражи порядка обнаружили в одном из развлекательных заведений в центре города. Поводом для проведения проверки стала информация о том, что в кафе алкоголь продают без лицензии. Этот факт подтвердился. К тому же, во время проверки полицейскими было изъято 11 бутылок спиртного. Алкогольная продукция была оклеена акцизными марками, которые имели признаки подделки. В случае, если вина будет установлена по факту подделки, либо сбыта алкогольной продукции с поддельными акцизными марками, предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Еще одна жительница Ноябрьска стала жертвой мошенников. Женщина лишила 17 тысяч рублей. Деньги с карты женщины похитила неизвестная, которая по телефону представила сотрудницей банка. В разговоре с пострадавшей мошенницей заявила, что со счета идет списание средств и предложила горожанке срочно его заблокировать. Для этого нужно было назвать все реквизиты карты, а также пароли, пришедшие на телефон, что, собственно, горожанка и сделала. Но в результате со счета и вправду ушли деньги. Полицейские сейчас выясняют, куда. А в Шурышкарском районе перед судом предстанет местный житель. Мужчина обвиняется в убийстве одного человека и покушении на убийство другого. По данным следствия, трагедия произошла 1 сентября в селе Лабхари. Ссора вспыхнула между несколькими мужчинами. Один из участников конфликта схватился за нож и начал наносить множественные удары двум своим знакомым. От полученных травм один из пострадавших скончался, второго спас хозяин квартиры, где все произошло. Подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении убийства и покушении на убийство двух лиц. Уголовное дело уже направлено в суд. В Новом Уренгое мужчине грозит 10 лет лишения свободы за хранение наркотиков. У задержанного полицейскими 27-летнего ямальца нашли пакет с подозрительным веществом. Экспертиза показала, что это наркотик растительного происхождения. Масса изъятого около 3 граммов, что считается крупным размером. Теперь мужчине грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. А в Салехарде местный житель по своей живине оказался на больничной койке. Мужчина попал в аварию, когда пытался развернуться на дороге. В этот момент водитель разговаривал по телефону и, видимо, не заметил КАМАЗ, который двигался по встречке. В результате автомобили столкнулись. Водитель легковушки получил травмы. В больницу он был доставлен каретой скорой помощи. По данному факту сейчас проводится проверка.